Знаки, светофоры, разметка. Известно, что разумное сочетание этих элементов может снять многие проблемы в организации дорожного движения. 60 миллионов рублей потратят в этом году на устройство новых дорожных помощников и содержание уже существующих. Нынче уже установлено 300 штук и еще полторы тысячи требуют обновления. Сейчас дорожники активно занимаются и нанесением дорожной разметки. Работы по нанесению дорожной разметки планируется выполнить до 1 июля 2015 года. В августе будет обновляться дорожная разметка, нанесенная краской в мае, так как нормативный срок ее эксплуатации 3 месяца. По словам Петра Гладышева, разметку наносят после ремонта дорог. Покрасили менее половины от необходимого объема. К слову, вопросы качества разметки власти поднимали уже не единожды. Глава администрации Барнаула Игорь Савенцев сказал, по максимуму использовать термопластик. Его срок службы год и выгода очевидна. В то же время бюджетная экономия, а вернее дефицит городской казны, не позволяет говорить о стоятельстве надземки у Европы. Хотя в июле будет готов проект сооружения. Вы добьетесь этого, чтобы это строилось за счет бюджета федерального. Как-то вы интересно перестраиваете 60 миллионов туда, 60 миллионов туда, как будто это 3 копейки. Нет у нас денег. Вы что, не понимаете? В 16-й год будет намного сложнее, чем 15-й год. Не так много появится в этом году и дополнительных светофоров. Их планируют поставить у новых торговых центров. На Павловском тракте, в Лосихинской, на Малахово с пересечением по советской армии и Петра Сухова. Но одними светофорами и знаками проблемы заторов и безопасности на дорогах не решить. Власти считают, что городу как никогда необходимо исследовать всю транспортную схему и увязать ее в единое целое. Пока мы не сделаем модель движения по городу, которая хотя бы нам сегодня поможет на 10-15% улучшить продвижение. Это уже много. А если вообще этим не заниматься, мы просто в ближайшее время задохнемся. Сити-менеджер посоветовал наладить более тесное взаимодействие с ГИБДД, а также привлечь молодых ученых к разработке транспортной модели Барнаула. Говорят, она появится уже в следующем году. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».